Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас хот-доги. На самом деле их должно было быть 4, но Твикс, мой котик, украл сосиску одного хот-дога. Поэтому пришлось эту сосиску отдать ему и все, забыть про этот хот-дог. Маринованные здесь у нас шампиньоны. Сначала я сюда покупала их. Они очень дорогие, кстати. Давайте с этого. Мне что-то это хочется. Передумала. В общем, они очень дорого обходятся. И мы потом с мамой начали мариновать сами. Получается невероятно вкусно, не так много уксуса. Обалденный рецепт оставила вам в инфобоксе грибочков. Получается где-то раза в 4 дешевле, чем покупать. Шампиньоны берите на рынке килограммами и все маринуйте. Сон я видела сегодня такой, знаете, странный. Как будто я собирала грибы. К чему это мне все приснилось, непонятно. У меня бабушка в таких вещах, она настолько верит в сны. Она вся приходит ко мне в комнату и говорит. Айка, посмотри, что это значит. Я видела во сне, например, меч. Я открываю гугл, там написано, что меч это плохой знак, что-то плохое произойдет в вашей жизни. Что я делаю в таких случаях? Я просто сходу сочиняю. Типа я читаю. Я говорю, меч это к деньгам. В общем, где-то 20-30 раз она спросила меня, то есть, что это значит, посмотри в интернете. Потом она почему-то начала подозревать, что, возможно, Айка специально ей говорит, что это сон хороший, чтобы бабушка не переживала. О чем я сегодня хотела с вами поговорить. Когда я говорю про религию, все начинают меня осуждать. Вот ты не делаешь намаз. Это самый большой грех, самое главное в жизни это религия. Я считаю, в этой жизни самое главное почитать своих родителей, помогать своим родителям, старшим. Никого не обманывать. То есть, не разводить на деньги. Помогать животным. Я просто на эту тему не распространяюсь, потому что это будет выглядеть как хвастовство. И типа я себя хочу показать с хорошей стороны. Но я очень люблю животных, и я помогаю приютам. Но не просто там какой-то страницы, которая выставила пять фотографий с животными и говорит на приют. А реально проверенным источником стараюсь помогать. Так вот, к чему я? Мне пишут все в комментариях, ты грешница, ты не делаешь намаз, ты не носишь платок, хиджаб и так далее. И ты это несешь в массы. Ты говоришь, что религия не главное, да покарает тебя Бог, отписываюсь от тебя и так далее. И, наверное, к этому видео я тоже закрою комментарии. И вы знаете, я вчера услышала про новость, которая меня просто настолько повергла в шок. Я всю ночь не могла уснуть. Я вам в конце скажу вывод, почему я рассказала эту историю. В общем, у нас была война недавно, год назад, с нашими соседями Армении. И в результате этой войны умерли молодые ребята. Их у нас здесь называют шахидами. То есть это люди, которые умерли во благо нас. То есть мы здесь живем спокойно благодаря этим людям. По большому счету, да, молодым судьбам. Здесь их очень уважают. Но родители всячески помогают всем. И государство тоже, надо сказать должное. И материально помогают. И пенсии родителям. Дарят квартиры, машину. Но понятное дело, что ребенка не заменят ничего. Никакие блага, деньги, ничего. И два человека, знаю семью, в которой произошло это горе. Мы решили на этом нажиться. Конечно, любая мать, которая похоронила своего ребенка, без разницы, что с ним произошло, любая мать хочет верить в то, что ее ребенок жив. И что он когда-нибудь вернется. Потому что любовь родителей к нам, она безогранична. И, в общем, эти двое человек. Язык даже не поворачивается назвать их людьми. Позвонили матери. И говорят, то, что вы похоронили в закрытом гробу, это не ваш сын. Ваш сын сейчас в плену. Принесите 100 тысяч монат. Это где-то 60 тысяч долларов. Найдите где угодно. И мы вам через третью страну привезем вашего сына. Естественно, любая мать, она хочет в это верить. Хочет верить, что ее сын жив. И они, конечно же, повелись. Попросили видео с ее сыном, что он действительно жив. Они нашли здесь в боку гримера. Показали фотографию этого шагида. И говорят, мы снимаем фильм про шагидов, и меня нужно загримировать под этого человека. в общем, ему сделали макияж. Загримировали. И другой его подельник его снял на видео, чтобы в дальнейшем отправить маме. мама, естественно, из бедной семьи нашла только 26 тысяч. И говорит, больше у меня нету, негде мне найти. И преступники сказали, что пока что отдадите 26, но когда мы будем уже вашего сына привозить, отдадите и оставшуюся сумму. Потом этих людей задержали. Эти люди даже по телефону разговаривали с матерью, которая вообще в горе. И говорили, что да, я твой сын, я скоро приеду, найди эти деньги, я здесь в плену, через третью страну меня привезут. Не знаю, как это произошло дальше, но этих людей задержали, и они сейчас дают показания. Смотришь на этих людей, и вот просто у этих людей нету Бога. Там люди из-за тебя, из-за меня умирали, чтобы нам в дальнейшем хорошо жилось, понимаете, эти люди свои жизни поставили на кон. И вы делаете так с матерью этого человека. Это просто бесчеловечно. Я просто не могу найти слова и выразить свои эмоции. Вот я не могу прям. Поэтому, ребят, это не человек. И когда вы мне говорите, что самое главное делать намазы, все остальное ерунда, я не согласна с вами. Самое главное быть человеком. Самое главное почитать старших, помогать тем, кто нуждается, потому что из этой жизни мы ничего не унесем с собой. Квартиры, машины, золото, не знаю, украшения, все это останется, и мы просто ни с чем уйдем. вся страна просто в шоке. Все паблики завалены фотографиями, показаниями этих людей, которые наживаются на чужом горе. Просто мне нечего сказать. страшно жить с такими людьми. Когда мне пишут о том, что только затронь тему религии, в комментариях начинается просто обсираловка. Брат с тобой не общается, потому что ты не религиозная, ты будешь гореть в аду и так далее. Да ты не мусульманка, не называй себя мусульманкой, не позорь мусульман. Мама всегда говорит, не затрагивай тему религии. Это, наверное, последнее видео, где я ее затронула, потому что начинается такой жуткий хейт. От моих же подписчиков я помогаю своим родителям. я делаю все, чтобы моя бабушка была счастливая. Меня бабушка безумно любит, потому что я покупаю все, что она хочет. Я ухаживаю за ней, я ее купаю, нахожу время и на это, общаюсь с ней. в тот день, когда мы увиделись с Ройшаном, у нас было два года отношений, это было вчера, нет, позавчера. Так получилось, что у меня на телефоне села зарядка, я даже не обратила внимания и приехала домой достаточно поздно. Когда я зашла домой, я увидела, что мама так обрадовалась моему приходу, я увидела, что у нее глаза красные, она сидела, плакала. Я говорю, что ты плачешь? Мама мне долго не рассказывала, она говорит, вот телефон у тебя недоступен, я подумала, вдруг с тобой что-то случилось, и мне настолько стало, знаете, не по себе, что ли, насколько сильно нас любят наши родители. Это просто такая любовь. она реально плакала. Из-за того, что два часа телефон был недоступен. Я такая спрашиваю, мама, что ты плачешь там? Она говорит, я на минутку представила, что тебя не стало. Что бы я делала? Опять пошла бы работать. То есть родительская любовь, она безгранична к нам, и никто в жизни нас не будет любить, так как наши родители. И этот человек нам дается один раз в жизни, и его никто не заменит. Муж, там, не знаю, сват, брат. Говорят, конечно, что детей ты любишь больше, чем своих родителей, но я в это не верю. Но я не думаю, что я кого-то смогу полюбить больше, чем свою мать и отца. Я не верю просто в это. мальчик. поэтому к матерям я считаю что должно быть особое уважение я конечно согласна с вами что родители тоже бывают разные но в большинстве случаев замечательные люди которые обожают нас готовы защищать нас от всех ограждать у меня мама всегда говорит сколько можно работать хватит как муж пусть делать пусть муж покупать пусть это пусть то а чё тебе подарила чё он тебе сказал пусть не обижает там тебя ты у меня такая умница это у меня такая классная такая супер так слушаешь и думаешь блин хорошо что это не слышит мой парень тот же папа разговариваем с ним по телефону начинает нахваливать меня мне аж стыдно становится клянусь так валит меня и потом в конце такой ну что этот твой парень хотя бы работает чем-то занимается понятно то есть я заметила что родителям думаю что никто нам не пара мы самые крутые самые классные их дети одно дело я ем я вот еле еле доедаю другое дело я чуть пожую и все вот прям идет тает во рту то же самое у меня было с вчерашним мукбанком вчера вечером снимала пасту это было нечто я потом смотрю на видео у меня вот на вилке вот столько пасты я вот так вот засовываю в рот и это ем это было настолько вкусно это было просто нечто иногда казалось по что такое обычное кушаешь ну ты прям кайфуешь от того что ты вешь а ещеlettет, я сейчас писал now банди поехал на ш cards, сильнее с門 вставляю как я вам заказывал это всё его будто рожется тут не парень я уже не Bar why В тиктоке увидела такое интересное видео, там девушки надо выбрать между двумя странами, там Россия, Америка, и она такая Америка, потом Америка не знаю что это, Америка, Америка там не знаю, другая какая-то страна, и потом сравнивают с Казахстаном, и она такая Казахстан, Казахстан, я смотрела и так умилялась реально, я тоже хочу в Казахстан. К чему я это вообще сказала, непонятно. Мне вообще надо составлять текст, о чем я буду говорить на мукбанке, это я уже столько повторяю, эти не те же истории, по пять раз рассказываю, мне надо записать. Еще, кстати, ребят, под прошлым мукбанком некоторые начали писать, как вы отмечаете в сентябре годовщину, два года вместе, если ты нам начала рассказывать про то, что у тебя появился парень. В октябре мы считаем, например, два года в месяц, а дня знакомства. Как мы познакомились, я же сразу вам не рассказала, что, не знаю, там, на дне рождения увидела такого-то парня. И тем более видео выходит чуть попозже. Например, я сегодня сняла это видео, возможно, через два дня его выложим. Почему-то люди всегда ищут подвох какой-то в моих словах. Мне одно время начали писать, вот, ты, например, не общаешься с Жали, вы, наверное, поругались и так далее. Я выкладываю в инстаграм нашу переписку. Ой, ты не носишь украшения Sunlight. В одном из влогов я вам показываю эти украшения Sunlight. Я просто, знаете, не хочу больше оправдываться. Думайте, как думаете. Если вы мне не верите, это ваше личное дело. Я уже больше не буду оправдываться, ничего доказывать, никакие скрины показывать. На этом все, мои хорошие. Обязательно ставьте лайки. Мне будет безумно приятно, если ты подпишешься. Если был бы еще один здесь в хот-дог, я бы его с удовольствием съела. Всех люблю. Пока!